Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и добро пожаловать в прямой эфир Dreamhack Masters по Старкрафт 2! Сегодня мы смотрим ключевые матчи наших игроков в борьбе за путевку в плей-офф этого турнира, в борьбе за путевку в плей-офф европейской стадии Dreamhack Masters Summer. Сегодня прям целый десант наших игроков выступает и именно поэтому я взялся провести прямой эфир. Да, достаточно редко я бываю в прямых эфирах на таких онлайн-турнирах. На самом деле, как правило, ну не знаю, либо не слишком привлекательные лайнапы, либо просто слишком много разных матчей, среди которых есть интересные, есть не очень. Сегодня практически вся наша эфирная программа будет состоять именно из противостояний наших игроков с очень сильными европейскими Старкрафтерами. Я думаю, что это будет очень интересно, устраивайтесь поудобнее. Начинаем мы именно с поединка украинского протаса Clash Hellraiser. А Богдан Козер появился в правом нижнем углу на карте Death Hour. Его соперник, легенда некорейской Старкрафт-сцены, французский зерк Gamer's Origin Стефано. В свое время абсолютно сильнейший Старкрафтер в мире некорейского СК-2. Да, бывали такие времена, когда Стефано был абсолютным номером один в мире некорейского Старкрафта. Все времена давно канули в лету, но действительно был период, когда Стефано находился в том положении, в котором сейчас находится Сэрл. Когда, да, ему могут бросить вызов определенные игроки, есть даже целый пул игроков, которые могут бросить вызов. Но, объективно говоря, все-таки никто не приближался по-настоящему близко к уровню игровой формы и достижений, которые были у Стефана где-то лет 5-6 назад. Тем не менее, французский зерк по-прежнему представляет из себя очень серьезную угрозу. И почему я говорю, что сейчас абсолютно ключевые матчи для наших игроков, в том числе для Hellraiser. Потому что достаточно просто посмотреть на турнирную позицию и Стефана, и Хэлла. И увидеть, что после 4-х матчей в группе у Стефана и у Hellraiser статистика 1-3. Три поражения при всего одной победе. И это очень неприятная статистика, с которой выйти из группы будет довольно сложно. Но вполне возможно. Дело в том, что в этом же квартете сейчас на 4-й строчке, на строчке, которая уже дает возможность выйти в плей-офф, находится Скилоус, российский процесс, у которого в 5 матчах статистика 2-3. То есть, если Hellraiser, например, побеждает в матче против Стефана сейчас, то он может сравняться со Скилоусом. И дальше у Скилоуса будут матчи против Марин Лорда и против Ламба. У Hellraiser против Соула и против Рейла. Оба наших парня будут иметь неплохие шансы на победу. Еще Рейл есть в этой же группе, он играет против Марин Лорда. Этот матч мы тоже постараемся вам показать, но несколько позже. Сегодня в целом, опять же, программа очень богатая. 6-0-3 с участием наших игроков. И все эти матчи я планирую показать. Самые интересные матчи обязательно, преобязательно будут в подборке на Ютубе. На Ютубе появятся все самые интересные поединки. То есть, если, например, это БО-3 будет классным, то оно точно будет на Ютубе уже буквально завтра. Вот, и те, кто не попали на прямой эфир, смогут посмотреть матч Хэла против Стефана. Если вы это смотрите в записи, то знайте, матч уже получился довольно интересным. Так что давайте без перемоточек, расслабились. Смотрим хороший Старкрафт. Вместе с теми, кто пришел на прямой эфир, мы смотрим это сейчас на Твиче. Видим, что Hellraiser открылся в Старгейт. Открылся Адептом, который отправился вперед на разведку. Дал Hellraiser какую-то базовую инфу. Не очень много инфы, на самом деле, собрал Хэл. Он не знает, что там по добыче газа, но просто подразумевает, что соперник играет стандартно. Дальше Старгейт и Оракул, который вырывается на третью базу. Здесь убивать особо нечего. Есть только одна личинка. Атаковать которую бессмысленно. Потому что Стефано спасет ее, что-то в ней заказав. В общем, пока Hellraiser особо ничего не добился. Дальше у него ставится Твайлайт и плюс три Гейта сразу. Ну, если пойдет Роботикс буквально сейчас, то это переход в Архонова. Если Роботикса не будет, то мы ждем адептового тайминга. Один из самых сильных, на мой взгляд, билдордеров в современном ПВЗ, это как раз адептовый тайминг после Оракула. И мне кажется, что нечто подобное может сыграть Hell. Да, потому что мы не видим Роботикса, значит, вот прям ждем апгрейда на скорость атаки адептам в формате ASAP. Hell. Ну, я бы сказал, что секунд десять тайминга все-таки терять было абсолютно не обязательно. Hell прям подвел меня. То есть, я вроде прочитал его стратегию, понял, какой апгрейд будет заказываться. Так у вас всех подвел. Типа, смотрите, сейчас, сейчас будет заказан Грейт, а Hell его не заказывает. Ну, немножко ошибся Hell, немножко потерял тайминги. Здесь тоже, на мой взгляд, необязательная потеря адепта. Но ничего страшного пока не произошло для Богдана. Что мне не нравится, что вот пока урона вообще Hell не нанес. То есть, ноль дрона уничтожено. Есть целых три Оракула. Это серьезные инвестиции. Надо понимать, что это инвестиции, которые все-таки надо окупать. Понимаете? То есть, Оракулы это такие, знаете, ценные бумаги, которые все-таки имеют определенный срок годности. Если вы инвестируете в Оракулов, то вот эти ценные бумаги, да, протсовские, их надо все-таки реализовать. Причем, ну, в течение трех-четырех минут. Если Hell просто с этими Оракулами без фрагов доживет до десятой-двенадцатой минуты игры, абсолютно никого толку от них не будет. То есть, профит от них нужен уже здесь и сейчас. Естественно, есть адепты. Адептов много, потому что четыре гейта, им уже надо отправляться в атаку. Примерно шестая минута. Конец шестой минуты. Как раз тот момент, когда нужно адептам лететь вперед. Десять адептов, три Оракула. Оракулы сейчас будут ставить стазисные ловушки кругом. Но видно, что Стефано уже к этому готов. У него еще справа и колония. Здесь так перекопано, чтобы стазисы было ставить сложнее. На мэйне мы видим королев хорошей позиции. То есть, Стефано четко понимает, против чего играет. Это вторая спора. Тоже не просто так поставлено. Мне кажется, что есть все возможности сейчас у французского зерга. Для того, чтобы нормально отбиться. Хелл. Еще и смотрите, он заранее поставил стазис. То есть, он оказался не готов к тому, что спора была перекопана. Стефано пока все идеально абсолютно делает. Стазисы толком ничего не добились. У Хелла, впрочем, все три Оракула по-прежнему есть. И вот этот стазис может быть уже более опасным. И действительно, он поймает очень серьезную группу дронов. Здесь у Хелла уже пошли дела намного лучше. Он телепортируется также на третью базу. 11 дронов уничтожено. Но сейчас бы еще вот сюда какой-то стазис успел бросить Хелл. И было бы совсем шикарно, на мой взгляд. Ну, тут уже внимание, Стефано обязательно будет переключаться на натурал. Но все равно попробует Хеллрейзер. Да, но здесь просто экран Стефано находится именно в этой зоне. Поэтому было бы слишком сложно его здесь поймать стазисом. Ну, прикольно вообще, что Стефано инвестировал в дополнительные справовые колонии, четко понимая против чего он будет играть. Пока француз красиво расправляется со всеми стазисами Хеллрейзера. Есть уже четыре базы, есть 71 дрон. На самом деле, я бы сказал, что Богдан особо ничего не добился. То есть, да, вот эти Оракулы это неплохо. Да, фраги адептов это тоже неплохо, но с учетом масштаба инвестиций, который был у Хеллрейзера, я думаю, он все-таки был вправе надеяться на больше. Здесь хорошо, что Оракул на время заберет у соперника добычу на четвертой базе. Причем, знаете, на время такое довольно серьезное. Тут много маны у Оракула, его не так просто остановить. Стефано много теряет на четвертой локации, много времени добычи. Королева только сейчас подходит. Вот это прям один из самых удачных эпизодов для Хеллрейзера вообще за всю игру. Стефано только сейчас подходит Королевами и еще дроны какое-то время не подбывает. Видите, справок колоний у Стефано вроде много, но именно четвертую базу он не прикрыл. И здесь, кстати, очень нерационально расположены споры, и Хеллрейзер об этом знает, так что он налетает Оракулами и забирает у соперника еще несколько дронов. Здесь определенно очень классные эпизоды для Хеллрейзера. Буквально ударная такая, знаете, любят говорить в футболе, например, или в каком-то другом спорте, там ударная пятиминутка. Здесь такая ударная сорока секундка, если позволите. Вот очень здорово выглядел здесь Хелл. Идет вперед Богдан. Плюс один на атаку его войскам готов. Доделывается также Блинк. Стефано дозаказывает много бейнингов, но не хватает реведжеров. Да, только сейчас реведжеры пошли. Без реведжеров он, естественно, это войско остановить не смог бы, потому что форсфилды... Хеллрейзер, очевидно, не пустил бы бейнингов к собственной армии. Но если форсфилды будут пробиты, то расклады будут совсем другими. Грейт на скорость бейнингам. Эти сендерфугл хукс доделываются прямо сейчас. О, но тут будут еще стазисные ловушки на поле боя. Это, знаете, довольно интересно. Потому что, во-первых, Хелла теперь не окружить. Во-вторых, и можно какую-то порцию бейнингов поймать. Это неплохо, кстати, получается. Именно бейнингов, может быть, Хелл не поймал. Но Линги, Роучи тоже нормальный вариант. Еще стазисы, опять же, чтобы нельзя было окружить эту армию Хеллрейзера. Интересно, играет Богдан. Надо на четвертую базу выходить прямо сейчас. Там один Линг надоедливый. Стефана, видите, F2 не использует. Поэтому у Линга того все в порядке. Хелл отступает. Отступает к еще одной стазисной ловушке. Но Стефана молодец. Он отбил те войска, которые были заморожены в предыдущих ловушках. То есть он здесь сыграл довольно грамотно. Но Хелл будет лезть дальше. Мне кажется, было бы здорово чуть аккуратнее отблинкиваться сталкерами сейчас. Включаются оракулы, которые могли бы лучше помочь, если бы Хеллрейзер фокусил оракулами огонь на реведжерах и бейнингах. Они, видите, сначала с Роучами воевали, потом с королевами. Это все не очень здорово. Но здорово, что у Хелла по-прежнему костяк армии. Замортловый блинг сталкеров живет. И для того, чтобы с этой армией справиться, я думаю, Стефана нужно будет немного больше лингов, чем у него есть сейчас. Тем не менее, Хелл понимает, что продолжение атаки без Сентрея выглядит несколько нецелесообразным. И четвертый он по итогу поставит в другом месте. Видите, одна единственная собачка в итоге вынудила Хеллрейзера, во-первых, задержать постановку четвертой базы, а во-вторых, еще и поставить ее в другом месте. Не там, где, по-моему, изначально хотел делать это Богдан. Ну да ладно. Арокла по-прежнему на карте. Есть еще призма, которая ждет своего часа. Ну, пока она так довольно бесполезно здесь летает, потому что сталкеры-то в этой же точке. То есть будет здорово, если призма будет создавать второй фронт, а не если она просто будет где-то там летать. Блинг сталкеры, да, могут выгодно здесь размениваться, могут просто кайтить армию зерга. Но пока Хеллрейзер не очень удачно кайтит, этого еще немного отвлекают какие-то собаки. Ну и сам Хеллрейзер отвлекся именно на высадку имморталов на этой базе. Легко имморталы дальше подбираются обратно призмой. Не добились они ничего экстраординарного, но, наверное, были немного полезны. Ага, Хелл в итоге уводит иммортала в рекол. Непонятно почему. Вроде пока ничто не мешало. Это прям красиво было всеми сталкерами, кроме одного Хеллрейзера по шифту перепрыгнуть через камни. Но вот здесь будет некрасиво, если Хелл потеряет четвертую. Или если хотя бы потеряет здесь какую-то серьезную экономику. Но вроде не потеряет. Медленные, бесчарджевые, бессмысленные зилоты. Один на одном хитпоинте, другой на пяти. Выжили. Сейчас они будут стараться помогать в отбитии вот этой волны. Плохо, что у Хелла не успевают грейды. Дальность колоссом не успевает. Второй колосс сам по себе пока не на поле боя. Чарджа тоже нет. Тут сложное сражение для Хеллрейзера. Вроде хороший лимит у Богдана, но, откровенно говоря, за него немного страшновато. Именно в этой битве колосса надо, естественно, беречь. Отступать имморталами надо от коррозии в байло. В минус один иммортал очень быстро. Бейлинги закатываются с разных сторон. И это большой удар не только по составу армии, но и по экономике Хеллрейзера. Проседает очень сильно лимит Богдана. Стефан здорово здесь дерется. И, откровенно говоря, я думаю, что шансы Хеллрейзера тут уже очень вялые. Да, вот был бы чардж у Зилотов, был бы еще один колосс с доздальностью. Это был бы совсем другой разговор, но это была бы и совсем другая игра. В этой игре победу одерживает именно Стефана. 1-0 в пользу французского зерга. Второй сет состоится на карте Eternal Empire. Отправляемся мы в Вечную Империю прямо сейчас. 1-0 в пользу геймерсори Джин Стефана, появившегося в левом нижнем углу на этой карте. Справа сверху Clash Hellraiser. Стефана переиграл соперника на Death's Aure. Не сказать, чтобы он показал при этом какой-то прям непобедимый, восхитительный, выдающийся StarCraft. Он неплохо сыграл. Но, на мой взгляд, мог бы Hellraiser в некоторых моментах реализовать свою армию чуть лучше. Оракулы, опять же, не идеально себя окупили. Адепты нанесли не максимум урона. При этом, давайте я переформулирую. Оракулы, может быть, по итогу себя окупили, но они начали делать это слишком поздно. Я не просто так рассказывал вам про эти ценные бумаги. Это была аналогия не пустой звук. Это была вполне реальная игровая ситуация. То есть Hellraiser мог бы, на самом деле, извлечь из этих Оракулов несколько больше, если бы они наносили урон на чуть более ранней стадии игры. Понимаете? В этом главная проблема была, что они слишком поздно начали себя окупать, и поэтому по экономике у Стефана все было неплохо. Ну а дальше, опять же, можно было бы чуть лучше, там, сталкеров размикрить, чуть лучше... Можно было бы использовать варп-призму, отправив ее своевременно на мейн соперника, а не... То есть, надо было бы создать этой призмой второй фронт, вместо того, чтобы давить с другой стороны на все том же восточном фронте. Понимаете мысль? Ну и, конечно, чардж поздновато, дальность колосса поздновато. То есть, вот этот переход, который пошел у колосса, это прям... Да. Это прям... Было не очень удачно. Ну да ладно. Все. Забыли о предыдущей игре, у нас начинается новая, где, будем надеяться, у Hellraiser все пойдет по плану. Опять-таки, матч очень важный. Очень важный. Если... Hellraiser здесь проиграет, то, откровенно говоря, я уже не верю в какие-то шансы Хэла выйти из группы, поучаствовать в плей-офф. Потому что Стефано, это, во-первых, один из прямых конкурентов, у которого сейчас точно такое же турнирное положение. Точно такое же. То есть, вообще, сейчас играют, да? Рейл против Марин Лорда, Стефано против Hellraiser. Это все четыре игрока, у которых статистика 1-3. И объективно, проигравшие в этих парах теряют шансы на продолжение борьбы. Прям почти точно. Победители, наоборот, они приближаются к Скилоусу, к Соулу и вступают в борьбу за место в плей-офф. Там Сэрл, очевидно, недостижим, он вообще ни одной карты пока не отдал. Ламба в этой группе тоже хорошо идет, у него пока 4-1, но Hellraiser, например, свое с Ламбо уже отыграл. Поэтому... Да и с Эрлом, собственно, отыграл. Я уже говорил, у Hellraiser впереди тоже матчи с прямыми конкурентами. Так что все в руках Богдана. Самое главное вот сейчас не проигрывать. Ни во втором, ни в третьем сете. Hellraiser переключается на классику современного ПВЗ. на билд через скорость атаки адептом и быструю призму. Все это без старгейта. Естественно, в этом ключевое отличие, потому что такт играет на скорость атаки адептом был и в предыдущем сете, но там он был немного в другом формате. Слушайте, а Hellraiser-то чуть больше гейтов ставит, чем положено. Обычно этот билд играется с четырьмя гейтами, а тут их у Hellraiser-а шесть. То есть он, возможно, рассчитывает на то, что Стефано несколько недооценит эту угрозу и, возможно, рассчитывает на то, что Стефано попробует как-то малой кровью отбиться, мол, да, там всего четыре гейта, там какие-то будут пара заварпов адептов. У Hellra это невероятно жесткая атака, на самом деле. Стефано знает, что там нет третьего газа и знает, что пробки все это время, в принципе, подстраивались. То есть какого-то дикого улына. Наверное, Стефано не ожидает. И посмотрите, сейчас это варп именно четырех адептов. То есть вплоть до этой секунды у Стефано нет ни единого основания подозревать, что Hellraiser играет нестандартный билд. И Hell, да, специально он за пределами вижена этого овера должен развернуться, чтобы Стефано не видел, что варпаются именно шесть адептов, а не четыре. Задумка от Hellraiser очень тонкая и интересная, но вопрос в том, сработает ли она. Потому что сделают ли разницу эти два адепта. Да, смотрите, Стефано уже заказывает следующих семь дронов. То есть он уверен, что это давление с четырех гейтова там ничего серьезного не будет. Он уже делает дальше дронов. Ну хорошо, сейчас уже разница в четыре адепта у Hellraiser получается. У Стефано еще и supply block. Ну тут объективно у Hellraiser прям вот все шансы. То есть сейчас все работает для Hellraiser наилучшим образом. А. Соперник недооценил угрозу. Б. У него supply block. То есть лучше эта стратегия работать не может, по-моему. Чем то, как она сработает сейчас. Ну же, Богдан. Пошел до варп. Здесь пошли сражаться адепты. То есть два полноценных фронта делает Hellraiser. Здесь он пытается подконтролить битыми адептами. Адепты выиграли сражение. Здесь адепты врываются. Ну, вроде получается неплохо. Новый до варп сейчас пойдет на мейне. Стефано уже понимает, что это не шутки. И дальше заказывает роучей. Надо отменять. Нет, вот это плохой телепорт от Hellraiser. Очень плохой. Но с другой стороны там на мейне. Он уже устраивает оппоненту приключения. Мне кажется, что не закончит игру этими адептами Hellraiser уже при любых раскладах. То есть надо готовить какой-то план B абсолютно точно. Массовый телепорт на натурал. Призма вывезла еще пару адептов на третий. Это красиво сделал Hellraiser. Тут уже много дронов начинает терять Стефано. Плюс еще сколько-то роучей Hellraiser профокусил. Но вроде повеселее дело пошло. Спору можно просто забрать. Газ. Газ Hellraiser фокуснул. Это прям забавно. Слушайте, а ведь логично. Посмотрите на ресурсы Стефано. Стефано все это с одного газа делает. У него больше нет добычи по газу. Представляете? Подождите. А Стефано одну газилку, да, всего построил. А-а-а. То есть Hellraiser просто лишил соперника любого газового инкома. И Стефано даже не понимает, что происходит. Он все пытается на инстинктах роучей заказывать. Они не заказываются почему-то. Но это прям приколюха, конечно, от Hellraiser. Он лишил соперника газовой добычи. Прикольно, прикольно. Да, это очень оригинальная задумка. На самом деле я давно такого не видел. Ну то есть он увидел, что газилка битая. Увидел, что газилка одна. Понял, что у соперника может быть такой небольшой газовый кризис. У Стефана лимит 86-170 и 4 овера в продакшене. Не, эта игра точно будет на ютубе. Чекайте, лимиты 86 на 200 сейчас будут. Скриншотики, скриншотики. Ребят, еще овера заказал. Он еще овера только что заказал. Боже мой. 3 овера в продакшене на лимите 95-200. Степа, Степа. Куда ты приплыл? Ну это, конечно, похоже на рекорд всех времен народов. Честно говоря, это как раз то, что удерживает Хэла в этой игре. Потому что по итогу все-таки его билд был почти улыновым. И на мой взгляд он скорее не сработал, чем сработал. Я, конечно, не знаю. Но вот есть у меня такое ощущение. А так нормально. Переходим в макро. Стефана, конечно, теперь лимит будет набирать побыстрее. Немножечко, да, побыстрее. Потому что теперь у него нет необходимости никакой строить оверов. Я не знаю, он, конечно, обратит на это внимание или нет. Сколько там оверлордов? 28 оверов. Ну-ка, быстренько умножили 28 на 8. Это получается 160 плюс 8.8.64. Это 224 лимита, да. Плюс еще лимит от хат. Ну, тут нормально получается, да. То есть Стефана, в принципе, 240 лимита себе уже обеспечил. Нормально. Жить можно? Ну, Hellraiser от такого запаса нет. Hell supply block сидит. Ну, не знаю. Игра в макро переходит. И, на мой взгляд, это хорошо, скорее, для Богдана, с учетом того, какой у него был билд изначально. Как бы... Я реально думаю, что если бы Стефана все исполнил немножечко лучше, самую малость, то расклады были бы другими в этой игре, и у Стефана было бы какое-то подавляющее преимущество. Сейчас Стефана впереди по лимиту, но это дешманские лимиты, да просто одни тараканы и все. С этим лимитом Стефана ничего не добьется. Да, сейчас у него уже будет больше газа, сейчас начнут появляться реведжи, и вся эта история станет уже не такой веселой для Hellra. И Hellra ни в коем случае, кстати, никуда нельзя лезть. Так, чисто на всякий случай. Вам сообщаю, надеюсь, сам Hellra в курсе, что ему лезть никуда нельзя. Нет, знаете, может и не в курсе. Ну, вот это плохо, если Hellra идет в атаку. Откровенно говоря, он, правда, второй фронт интересный пытается создать. И Стефана не контролит башню Зелнага. Если это атака своего рода фейк, и главная задумка это второй фронт этими адептами, то может быть и не все так плохо. Но именно лезть сюда и размениваться со Стефаном, у которого 200 лимит, это прям будет очень плохо. Адепты врываются на натурал, но здесь надо Hellra прямо убегать. Он снова именно газ забирает. Давайте обойдемся без шуток про украинцев и газ, но, в общем, вы поняли, да, у Hellra? Есть специфические наклонности в этой игре, но его адепты, откровенно говоря, ничего не добились. Нет, надо валить отсюда прям, прям точно. Не знаю, неужели Hellra не чувствует, что соперника прям безумно много. Все, да, сворачиваем призмы, сворачиваем удочки, сворачиваем вообще все, что можно, потому что любое сражение, которое состоится не вот здесь, не под батарейками, в узком месте и на рампе, закончится максимально отвратительно для Hellraiser. Тут гадалки не ходи, семипяди во лбу иметь не надо. Он снова газ фокусит! Это просто... просто антигаз... Ой-ой-ой, шутки кончились, ребят, надо реколом, надо реколом, надо реколом это все увести, Богдан, срочно рекол! Коразио Байло успеют приземлиться и заберут кучу сентрей, но это уже близко к катастрофе вселенского масштаба. А что по колоссам? Колоссы даже не заказаны. Сейчас уже, наверное, надо дизрапторов заказывать, а не колоссов. Тут от колоссов толку не будет. У Стефана 200 лимита, одним колоссом игру не выиграешь. Пока Hellraiser выигрывает не игру, а время этими форсфилдами. Ну что? Волшебный оверчардж батарейки! Мы ждем! Ради чего было это нововведение, Близзард? Оно должно, просто обязано выиграть Hellraiser игру. Ну, на самом деле, оно ничего никому не должно, конечно, но... Есть такая робкая надежда, но она реально робкая. Она прям мега робкая, потому что у Hellraiser нет никакого масс-дпс-а. И... да. Там очень много реведжеров. Дизраптор только за... нет, ладно. Только появился на карте, переформулируем. Ему мешает пройти варпывающийся сталкер. И Стефана в итоге уничтожает Коррозивбайлами Nexus Hellraiser. Плохо дело! Да, есть шанс немножко отыграться за счет Дизрапторов. И Дизрапторы это правильное решение, которое... Возможно, даст Hellraiser какие-то шансы. Но... Стефана вообще не собирается останавливаться так-то. У него рабочих не сильно больше, чем у Hellra. Hellraiser не сумел спасти пробок этих. И Мортала одного. Появляется второй Диз. Попадает по одному роучью. Да, у Hellra был еще один Nexus секретный. Но, к сожалению, этот Nexus уже не заработает. GG 2.0 в пользу Gamer's Origin Стефана. И французский Зерк переигрывает украинского протаса в этом поединке. И, скорее всего, вместе с этим поражением Hellraiser теряет шансы на продолжение борьбы на DreamHack Master Summer. Браток против Харстома. Именно в этот поединок мы отправляемся прямо сейчас. Мы по-прежнему смотрим DreamHack Master Summer. Это прямой эфир. Для вас комментирует Alex007. Браток играет свой решающий матч. Поражение в котором наверняка будет означать крест на всех его надеждах. На выход из группы, на продолжение борьбы на DreamHack Master Summer. Мы появляемся на карте Ice and Chrome, где соперником братка будет голландский протас Харстом. Кевин Де Кёнинг. Появившийся на Ice and Chrome красным протасом. И проводящий разведку, которая нам очень не нужна. Потому что в прокси-барак идет старком браток Синитера, наказавшийся в левом нижнем углу. У братка статистика в группе 1-3. У Харстома 2-2. Не нужно объяснять, почему братку крови из носу нужна победа в этом матче. Причем браток сыграл со всеми страшными соперниками в этой группе. Браток уже сыграл со всеми сильнейшими. Дальше у него матчи с поляком Джеральдом и другим поляком Зигги, который сейчас находится на последнем месте в этой группе. У Джеральда, как и у Харстома, статистика 2-2. У Зигги 0-4. Если Паша одержит победу в этом БО-3 против Харстома, путевка в плей-офф вот прям уже почти будет у него в руках. По крайней мере, путь к ней будет открыт. В этом нет ни малейших сомнений. Давайте, кстати, я переименую трансляцию, да, для тех, кто смотрит в прямом эфире. Это важно. У нас уже матч братка против Харстома, а не Хеллрайзера против Стефана, как был до этого. Я, кстати говоря, понятия не имею, какой у нас будет... какой будет порядок в записи. Но порядок в прямом эфире у нас именно такой. Все, браток Харстом готово. Супер! Браток просто будет улынить с одной базы. Прокси-барак, прокси-фэктори. Здесь прям сразу реактор. Здесь же и Старпорт пошел. У Паши все максимально серьезно. Мощный однобазовый улын. Харстом пытается найти, где расположены здания, но карта слишком большая. И шансов на то, чтобы найти оперативно здания братка у Харстома очень мало. Видите, пока он не понял, где же эти здания находятся. Да, это на самом деле не банальный вопрос. Ищет Харстом и, по-моему, он просто всю карту сейчас объедет, но так и не найдет здание, расположенное именно здесь. Чем позже Харстом будет знать, что происходит, знать наверняка, тем лучше. Здесь он просто видел, что нет второго командного центра. Ну все, да. Теперь уже знает Харстом. Ну он нормально готовится. У него роботикс. Роботикс, правда, он обсервера заказывает. Это лишнее. Тут было бы более полезен иммортал. Да, отменяется обсервер. Но, видите, еще немного времени производства было потеряно. И сейчас браток пойдет вперед очень мощной группировкой. Из дома он никем не идет. Не подводит дополнительных рабочих. Считает, что их будет уже достаточно здесь. Еще один морпех, еще один танк и либератор. Очень мощное войско. Десять мариков, два танка, один либератор. Пока против всего-навсего двух сталкеров и адептов. То есть очевидно, что войско терна намного сильнее. Но, естественно, у Харстома будет больше юнитов. Харстом пытается потянуть время прежде всего до подхода иммортала. Без иммортала, конечно, сопротивление протаса тут выглядит несколько бессмысленным. Надо перераскладывать, очевидно, танк и одного из либераторов. И как-то начинать осаду вот этих пилонов и батарейки. Неплохая раскладка от братка. Тут не подойти так просто к этой армии. И вообще, мне кажется, тут сложно будет Харстому дальше подходить. Но плохо, что браток не угрожает батарейке. Сейчас пойдет знаменитый оверчардж. Несутся вперед пробки. И оверчардж тоже начинает питать сталкеров и иммортала. Что он вытворяет, этот оверчардж? Смотрите на этот поток протасовской энергии, который спасает юнитов ТОСа. Разгромил Харстом. Просто разгромил эту группировку братка. Джи-джи. И вот он волшебный патч в деле. Вот он патч, который подарил протасам уникальную возможность отбиваться от такого рода атак. Это было даже не близко, хотя казалось, что для братка ситуация складывалась абсолютно идеально. Второй сет на Eternal Empire. Вновь именно на эту карту мы отправляемся. Прекрасное замечание в чате было во время перерыва. Мол, как это так? Патчи же выпустили, чтобы PvP пофиксить. Что это такое? Что это внезапное за чит в матчапе протасу против тернов? Да! Прекрасное замечание, господа. Я, кстати, об этом и говорил, что такая новая батарейка очень большой ошибкой будет считать, что она работает только в PvP. Она очень много дает и в PvZ, и вот в PvT мы видим, как волшебно она работает. Но, опять-таки, есть определенные мнения о том, что эти протасы сейчас вообще ничего выиграть не могут. Какие-то они слабые. В топе ладера протасов мало. На GSL протасы проигрывают. В общем, протасы это не то, не интересно. Кстати, знаете, что интересно? Давайте я вам расскажу, кто у нас уже точно будет на финалах сезона. Которые будут ровно через две недели стартовать. 16 июля стартуют финалы сезона. Dreamhack Master Summer. И там сыграют 4 корейца, среди которых один протас. Нет, подождите, 6 корейцев, среди которых два протаса. Parting и Trap. И сразу 4. Ternok, Uro Innovation, TY и Maru. Ни одного корейского зерга там не будет. Зерги, наверное, будут из каких-то других регионов. Например, есть зерк Рийский из Океании. Но на него мало надежды. Тем более, что мы это с вами знаем, что он британец, который играет в Океании только потому, что у него там есть какие-то читерские корни. Но не будем об этом. Из Латинской Америки будет Special. Из Тайваня будет Hass. Еще один игрок из Китая. Два из Северной Америки. И 4 европейца. Вот интересно, сколько зергов будет из Европы. Наверное, должно быть минимум 2. Сэрл и кто-то там из всей этой плеяды. Рейнер, Ламбо и Лейзер. Вот. Поэтому я думаю, что дефицита зергов прям не будет. Но то, что будет много тернов, уже минимум 5 тернов из 16 игроков. Да, пока вот 5 тернов, 3 протца и 1 зерг у нас. Это приятно. И это уже такой довольно большой контраст со многими другими топовыми турнирами, которые мы видели в последнее время. Но до финалов сезона еще нужно дожить. Еще будут, собственно, финалы европейской части. Которые, может быть, тоже я буду показывать. Может быть, частично. Может быть, полностью. Может быть, вообще никак. Не знаю. В любом случае, все это будет немного позже. Пока мы надеемся на то, что браток продолжит свои выступления на Dreamhack Masters. Для того, чтобы он их продолжил. Желательно, чтобы этот матч завершился его победой. И, соответственно, Паше нужны две победы подряд над Харстомом. Пока счет 1-0 в пользу голландца. Харстом снова очень внимательно разведывает. Здесь Харстом не очень внимательно телепортируется адептом. Адепт умирает, не делая ни одного фрага. Ну и браток играет свой традиционный, свой излюбленный билд. Он делает вид, что играет полностью от обороны. Делает вид, что у него бункер, куча морпехов. А на самом деле, он идет вперед шестью морпехами и двумя гелионами. Прям, ну просто, главная стратегия Паши в этом матчапе. Мне кажется, он ее очень часто играет. И, конечно, он надеется на то, что у соперника вот этой самой волшебной батарейки не будет. Что будет какая-то халява. И халява здесь есть. Сталкер, адепт, сентри плюс обсервер. Это, на мой взгляд, вообще лучшее, что может быть у Протаса, как для такой атаки Терана. Протас неправильно читает ситуацию. Он думает, что будут проезжать гелионы. Или... Нет, это не глухая стенка, да. Он думает, что будут проезжать гелионы. Но здесь-то и морпехи приходят. С другой стороны, тут форсфилд. Поэтому... О, слушайте, это можно попробовать сейчас отсечь армию Терна. Да, браток невнимательно играет. Прям максимально невнимательно. Тут, конечно, нельзя было так лезть. Но и все. Харстом снова легко отбился. С другой стороны, у братка тут вообще третий командный центр. Поэтому ему на самом деле фиолетово... Ему главное, чтобы соперник дома сидел, никуда не лез. Например, сейчас не заказывал какую-то призму срочно. Тут уже 4 гелиона. Поэтому Харстому нужно быть осторожным. И этот адепт, кстати, может быть легко уничтожен. Но не будет рисковать, браток. Что по обсерверам? Они никуда не летят. Слушайте, пока... Пока мне ситуация скорее нравится. Почему? Вы скажете, браток ничего не добился своим выходом абсолютно. Харстом очень легко отбился. У Харстома третий Нексус. Гелионы никакого урона не нанесли. Это все правда. Но обратите внимание, браток играет в механизацию. Обсерверы Харстома никуда не летят. Только сейчас второй обсервер медленно-медленно летит в сторону протсовских баз. Первый обсервер вообще остался дома. То есть Харстом получит информацию максимально поздно, когда адаптироваться будет максимально сложно. При этом третий командный центр братка готов раньше, чем третий Нексус Харстома. То есть, как для мехтерна, дебют у братка очень хороший. Он очень удачно играет в плане экономики. И Харстом очень поздно получает информацию. Он уже заказал плюс один на армор и чардж. И более того, он не спешит лететь на мейн. Ну ладно, сейчас он уже получит инфу. Окей. Сейчас уже Харстом понимает, что это механизация. Но все равно, не знаю, мне нравится ситуация. То есть, тут уже вот армор делается. Харстом его уже отменять не будет. Тармор против меха это деньги на ветер. В большинстве случаев, по крайней мере, без апгрейда на атаку. Поэтому... Не знаю, пока мне ситуация нравится. Да, тут Харстом, скорее всего, будет играть такие абузерские тенки. Просто тайминговые атаки с зилотами и сархонами. Но с учетом того, что у братка раннее третье и у него уже поставленный продакшн. Вот единственное, что хотелось бы сейчас видеть, адское пламя. Прямо обязательно хотелось бы видеть. Адское пламя для Гелеонов и впоследствии Хелбатов. Это прям очень важно будет для отбития от атаки Харстома. Браток проверяет. Посмотрите, как тщательно, чтобы у соперника ни в коем случае не было прокси-бас. Здорово контролирует карту. Вполне вероятно, увидит выход оппонента заранее. Сможет как-то подготовиться. Самое главное только сейчас продакшн не терять. Потому что браток, на мой взгляд, немножко халявит с этим. То есть, он не достраивает Гелеонову. Это будет очень обидно. Ну, сейчас на самом деле Паша мог заметить, что соперник как-то странно направляется вперед. Опа. И он призму увидит. Это очень важно. Сейчас браток обязательно должен был заметить призму. Обязательно. Он видит уже готовый чардж. Ну, Гелеоны максимально бессмысленно и бесполезно отдаются. Вот это плохо. Потому что Гелеоны были бы полезны дома и Адское Пламя не успевает. Но, вы знаете, ситуация для братка на самом деле плохая. То есть, он-то все видел. И он сейчас уже все понимает. Да, и он тут еще застроится. Есть теория циклона, которая заснайпит призму, если она будет слишком наглой. Но фишка-то в том, что ДПС опозила там мало. То есть, если бы хотя бы эти четыре Гелеона не были потеряны. Или хотя бы было бы Адское Пламя. Вот одно из двух. Было бы хорошо. О, тут Харстом с иллюзией призмы еще мутит какую-то движуху интересную. Десять гейтов у Харстома. Ну, тут циклон есть. Я думаю, браток не должен сильно сагриться. Просто циклон разобьет эту иллюзорную призму. Настоящие циклоны остались. Они могут вцепиться в призму и уничтожить ее. Только один циклон вцепился в призму. Ну, все, минус призма. Нормально. Да варпа на поле боя не будет. Это отбиваемо. Главное, не слишком много потерять. И по экономике, и по армии. Тацкого пламени нет. Это плохо. Но Паша нормально отбивается. Единственное, что вот реально он рабов теряет. Но он отобьется. Он будет жить дальше. Это хорошо. Юниты протиса тут еще такие все бесполезные. Ватные. Они все с армором. Но армор, опять же, против меха. Это вообще бессмысленная штука. Армор только как вспомогательный. Такой, знаете, третий степенный апгрейд. Сначала атака, потом щиты. Особенно, если у тебя есть архоны. Потому что гасты очень поздно добавляются при игре в мех. И только потом армор. Вот такой должен быть по ряду грейдов. Поэтому я так радовался, когда видел плюс один армор, который делается именно против био. И сейчас проток идет в контратаку. То есть он понимает, что он потерял экономику. Но он очень мало потерял по армии. Да, если посмотреть на потерянные ресурсы. Проток потерял очень мало таких серьезных боевых юнитов. И реально можно контратаковать. Потому что Харстом серьезно вкладывался в экономику. Тут сзади забегает группка Зилота. Вот их нечем встречать. Они окружают циклонов. И это очень неприятно. И морталов бы этих как-то выбить. Ну, не идеально получилось, да. Логика у этой контратаки братка превосходная. Но чуть не пошло с реализацией. А что по апсерверам? Есть один апсервер. Харстом не особо, да, понимает суть проблемы. Братку, наверное, надо продолжать давить. Вы знаете, пока мины... Ой, а что мины? А, потому что рекол апсервера еще. Ладно, плохо все. Атаковать дальше нельзя. Харстом как-то внезапно рекольнул этого апсервера. Понял, в чем именно проблема. Но браток тоже нагло играл. Он пока шел в атаку. Он ставил 4-й командный центр на локации. Пока не все так прям плохо, как может показаться по лимитам. Я все еще с очень сдержанным, но оптимизмом смотрю на эту игру. Потому что она явно должна выходить дальше в макро. Механические юниты потихоньку будут копиться. Шестая, седьмая, восьмая фэктори появляются. Смотрите, у меня прогноз на эту игру такой. Если заработает четвертая база, вот прям полноценно заработает. Я думаю, у братка все шансы в этой игре. Там вот это пошло. Нексусы, там уже какие-то пятые. Там вторая форжа. Колоссики, которые против меха тоже такой юнит. Довольно сомнительные. То есть они могут быть полезны. Но при соблюдении там миллиона разных условий. Что мне не нравится, это то, что вот две армори есть. А апгрейд только делается на армор. И это плохо. Уже надо активнее добавлять танки. Делать грейды на атаку. На мой вкус еще было бы здорово просто один старпорт поставить. Чисто чтобы был. Ну и да, какие-то проезды гелионами. Это было бы полезно. Но в целом там старпорт, вот эти типичные братковские либераторы. Знаете, такой арсенал был бы очень полезен. А что у вас с Харстомом не так? Он, да, смотрите. Харстом думает, что браток сидит на трех базах. Потому что у него апсервер, который контролит выход на стандартную четвертую. Скорее всего, Харстом вообще не понимает, что происходит. Не понимает, что у соперника там вовсю работает четвертая база. Вот это очень плохой прыжок от Харстома. Просто браток несколько юнитов забрал на халяву. Не хватает грейда на скорость апсервера. А мы Харстому для того, чтобы апсерверы успевали следить за перемещениями всей остальной армии. Но здесь плохо дерется браток. Еще дополнительные циклоны, по-моему, тоже зря выехали. Тут надо уходить. Не нужно ничего придумывать. Братку вообще некуда лезть, пока его четырем базам ничего не угрожает. Смотрите. Сейчас именно у Протаса должна быть задача атаковать. У Паши нет задачи атаковать, там, наносить сопернику урон. Это было бы неплохо. С точки зрения, там, каких-то дальнейших перспектив. Но пока братку надо тупо жить. И вот как раз этого тупо жить братку, может, и будет недостаточно. Он выманивает соперника на планетарку. То есть он ему покажет. Сейчас раскроет все карты. Покажет свою четвертую. Но ему реально нужна какая-то дополнительная опора. Какое-то подспорье для его армии. Да-да-да. Вот под планетаркой, если он будет драться, тут еще мины есть. Туретка какая-то. Это нормально. Это... Это хорошее в теории сражение. Сразу же куча сталкеров теряется на зацепах циклонов. Переразложили сидж-танки. Вот это может быть очень неплохое сражение. Потому что между двух огней оказывается Харстом. Но не хватает ДПС от танкова. Не слишком далеко подкрепление от Харстома приходит своевременно. Нет, Харстом разгромил эту армию. К сожалению, Джи-Джи. Харстом переигрывает братка со счетом 2-0. Пока очень тяжело идут матчи для наших. И Харстом одерживает справедливость. И ради достаточно убедительную победу. Атолына отбился. В макро мех уничтожил. Харстом молодец. И победил он по делу. Переходим к третьему сегодняшнему поединку. Рейл против Марин Лорда. Мы на первой карте. На карте Айсенхром. Как и везде. Здесь матч до двух побед. В правом верхнем углу Марин Лорд. Терн из Франции. В левом нижнем углу Рейл. Протос из России. Алексис Эусебио играет против Артема Авраменко. Смотрим третью сегодняшнюю игру. И будем болеть за наших ребят в прямом эфире. Добрый вечер еще раз всем, кто присоединился к прямой трансляции. Много эксклюзивного контента для тех, кто пришел на прямой эфир. На самом деле, вот реально те, кто потом будут смотреть в записи на Ютубе. Ребят, вы очень, очень многое потеряли. То есть, то, что здесь происходило в прямом эфире, это прям бесценно. Но, зато на Ютубе у вас нет пауза. Знаете, нет вот этих технических заминок. Просто красивенько идут игры одна за другой. Прям все весело, все классно. Поэтому, да, везде есть свои прелести. Есть прелести у прямого эфира. Есть прелести у комфортного просмотра в записи. Сейчас мы будем комфортно смотреть битву Марин Лорда и Рейла. Марин Лорд в правом верхнем углу. Играет он в Reaper CC без каких-то неожиданностей, без каких-то чизов. Которые мы уже видели сегодня в матче Аппи Протса против Терна на этой карте. Ну и после того, как мы посмотрим этот матч, мы вместе с вами в прямом эфире, я думаю, что в запись мы это тоже включим, подведем итоги пяти туров в группах А и Б. Будем делать какие-то выводы, что там у наших игроков глобально по перспективам, какие шансы на продолжение борьбы. Вот это вот все. Так что у нас обязательно будет еще содержательная концовка стрима. Ну, может быть я это в записи не включу, не знаю, я подумаю. Это будет интрига. Поняли? То есть, либо антиспойлер у этого видео есть, либо его нет. Понимаете, да? То есть, люди будут знать, что видео заканчивается, допустим, через 10 минут, но они же не знают, это 10 минут, которые будет идти игра, или это 10 минут, где я буду просто дальше сидеть и рассусоливать о каких-то турнирных раскладах. Вот это просто гениальный антиспойлер. Ну, просто гениальный, ребят. Я чувствую, что я сломал систему. Конечно, обязательно найдется человек, который сейчас курсором, знаете, наведет на конец продолжительности ролика и увидит, как бы что там на картинке, игра или нет, и скажет, ага, Алекс! Но такими темпами можно вообще просто перематывать в конец, там, типа, смотреть, чем видео закончится, и никакие антиспойлеры вас не победят. Вот, красиво здесь с рипером сыграл Марин Лорд, он его спрятал на мейне Рейла, хотел поймать Рейла на том, что тот куда-то адептом улетит, но он никуда не улетал. У него все норм. Поэтому, по итогу, мы видим просто ситуацию, в которой, да, был потерян там какой-то один несчастный рабочий, ну и ладно, черт с ним. На мой взгляд, это абсолютно не страшно. Давайте разбираться с билдами. Три ранних командных центра у Марин Лорда. Вот сейчас у заты птичьего полета Феникс как раз приносит абсолютно всю информацию. Ставится в Фэктори. Три барака есть у Марин Лорда, из которых он будет штамповать пехоту. Для Рейла, в принципе, вполне понятная история, он понимает, что ему сейчас ничего не угрожает, но... Спустя какое-то время, конечно, у Марин Лорда будет огромное количество пехоты. Я бы советовал Рейлу сейчас поставить Нексус и Робобей. И дальше в приоритете бустить Колоссов, потому что Викинги у его оппонента явно появятся поздно. А вот группа пехотинцев, особенно морпехов, будет очень серьезной. Ощутимой прям. Поэтому, на мой взгляд, здесь максимально важно получить рано какой-то масс ДПС. Ну, естественно, Рейл глобально справится и без каких-то моих советов. Сейчас он и без моих советов повоевал Фениксами. Отдал одного Феникса, забрал одного морпеха. Сами судите, насколько это выгодный мув. Ну и дальше, конечно, нас ждет схватка этих Фениксов с какими-то Викингами и Медиваками. Но Фениксов будет немного, чего я не понимаю. Я не понимаю, почему ставится Твайлайт, а не Робобей. Какой состав армии вообще собирается использовать Рейл? Он делает им Морталов, но там будет огромное количество Мариков. Посмотрите на армию Маринлорда уже сейчас. Два мародера, 18 морпехов. Сейчас будут заказаны два первых Медивака. И дальше к Рейлу в атаку придет 30 Мариков с двумя Медиваками. Если у Рейла не будет ни одного колосса, то как вообще с этим воевать-то? Хм... Не знаю. Нет, я не то чтобы критикую сейчас стратегию Рейла И не исключаю, что все сработает, все будет ок Я просто, правда, немного не понимаю Вы знаете, я к матчапу ПВТ отношусь прям ревностно То есть ПВТ это прям матчап, в котором я считаю, что я очень хорошо разбираюсь Считаю, что там есть определенные сложности в игре за определенную расу на определенном этапе игры Давайте вот максимально завуалированно То есть без каких-то прям более серьезных обвинений, я не знаю, как это сформулировать Ладно, идет вперед это войско Ну ладно, 22 морпеха, не 30, мародеров все-таки добавил Марин Лорд Вот 24 плюс 6, я думал будет 28 плюс 2, думал газ будет экономиться дальше Ну хорошо, добавил еще мародеров Марин Лорд от этого не проще будет Рейлу отбиваться То есть были бы у него колоссы, мне кажется, было бы куда веселее, но Тут расчет на то, что с мариками разберутся адепты А у Марин Лорда расчет на то, что он сделает дроп, о котором Рейл ничего не знает Это справедливый расчет, Рейл действительно ничего об этом не знает Но тоже, на мой взгляд, армия с колоссом под батарейкой делится намного проще, чем вот такая армия Рейл дальше идет в шторм, то есть у него есть вполне понятный план чардж Те, кто хоть раз смотрели мою игру в ПВТ или то, как я комментирую матча ПВТ, знают, что ну просто нет грейда в этом мире важнее чарджа И это немного неприятно сейчас для Рейла, потеря чарджа в такой ситуации Ну, на самом деле Рейлу сейчас надо просто сидеть в обороне, бустить шторм И как минимум до выхода гастов, по идее, у Артема все должно быть в порядке Потому что штормами он должен заставлять соперника отступать В конце концов, чардж это не самая полезная комбинация с протсовскими штормами Ну, потому что зилоты сами будут от штормов урон получать А сколько темплеров на карте? Два! Ну, этого, конечно, мало И к тому же ничто не мешает сделать очередной дроп Марин Лорд, вот такой контроль карты у Рейла очень посредственный выходит Феникс этот сейчас умрет Да, есть штормы, и по идее, они могут неплохо зайти по этой пехоте Но у третьего-четвертого темплера пока нет достаточного количества энергии Чарджа опять-таки нет Рейл вроде неплохо рассекает войско соперника То есть конкретно это сражение, по идее, Артему скорее удалось, чем нет Я думаю, он в плюс здесь разменялся В целом он пока не так много потерял Что там, пара пробок, четыре зилота, два феникса Твайлайт с чарджем, да, это было обидно, но чардж уже строится Тут в свою очередь делаются зилки Не знаю, правда хотелось бы видеть сейчас робот XBA Я не совсем понимаю, что мешает Рейлу Довложиться немного в колоссов Мне кажется, прям Это было бы сейчас полезно, но Может я что-то не понимаю Не знаю Хорошо Сейчас Пошел уже четвертый командный центр Марин Лорда Более того, он практически готов Рейл пока сидит на трех базах Темплеры в призме Рейл тоже идет на четвертую Добавляет вторую форжу Робот XBA все еще нет Марин Лорду удобно будет сейчас играть против Рейла Потому что нет какого-то ультимативного источника нанесения урона На который нужно прям заранее обращать внимание То есть смотрите в чем разница Вот когда ты играешь против колоссов Тебе надо как-то заранее готовиться к сражению Если ты плохо принял сражение, у тебя прям беда Когда ты играешь против темплеров То ты ситуативно играешь Зайдет ЕМП, не зайдет Заштормят, не заштормят Если заштормили, надо сплититься Не заштормили, не надо сплититься Ну то есть Меньше думай, больше кликай Вот знаете в таком формате идет игра против темплеров Обычно Пошел волшебный оверчардж Но по-моему он рановато пошел Тут еще сражения как такового нет Рейл только что по-моему всех темплеров превратил в архонов И что, больше ни одного темплера на карте нет Своё Рейл уже отштормил Теперь он просто идет через атаку вперед И обсервера у него ни одного нет на карте А тут-то мины Здравствуйте Здравствуйте Ни одного обсервера Рейл похоже не знает, что тут мины Но это вроде нормально, заметно так нет Вот эти вот дырки в земле Знаю, Рейл обсов не делает А что он будет делать? Он делит армию на две части В то время как Марин Лорд дерется Единым фронтом И войско Рейла отступает четко на мины Ну это прям плохо Прям очень плохо А почему обсерверы не делаются вообще? Есть инфа? Обсервер заказан в очередь Кстя, как эти мины были потеряны? А, они не были потеряны Их Марин Лорд просто взял с собой теперь на четвертый Нексус, ну Марин Лорд сейчас просто Поочередно разбивает две группировки Рейла Понимаете? Он ходит единым кулаком Он не делит армию Ее делит только Рейл все время Могучая в два клика От российского протаса вперед Ну это Довольно Бесперспективное сражение На мой взгляд Здесь можно как-то отбиться, но Размены Не супер выгодные Теперь уже мы видим, что Марин Лорд Очень сильно впереди По потерянным ресурсам В том плане, что он их меньше потерял Нравится мне эта мощная Ф2 Когда все юниты Даже вместе с Фениксом Отправляются в атаку Бетит вперед Призма И на третью базу приходит Рейл Это, кстати, хорошее решение Потому что на четвертой планетарке На пятой планетарке А тут-то орбитальная станция То есть Если куда-то нападать То явно сюда Но Всего один шторм Больше МАЗДПСа у Рейла Не будет Или будет? Нет, будет, будет Нормально Еще два Темплера есть Если они не поймают ЕМП Все будет неплохо Как раз 75 энергии Поймал ЕМП Нет? Нет, нормально Есть шторм Но лимита мало Мне кажется, все равно Надо отступать Четыре Нексуса есть Какая-то экономика есть Надо строить колоссов Надо Как-то переключаться немного Какой Грей тут будет делаться Уже готовый Вроде блинк и чардж Твайлайт бустить Я думаю, незачем Наступает Марин Лорд Темплеры без энергии Абсолютно Убедился в этом Только что Марин Лорд При помощи Еще одного ЕМП Снайперский выстрел Дополнительного Темплера Ох, как Марин Лорд Сыграл красиво И тут-то всего один колосс И он без дальности Есть еще Темплер На него надежда На его шторм Уграет на радио с ЕМП А Марин Лорд Конечно, очень сильно помогает Чувствовать себя комфортно В таких сражениях Многие юниты Рейла Лишились щитов Игрейды 2-2 на 2-1 Еще зачем-то Все это время Иммортал сидел в призме Высадил Рейла Твоего Иммортала И тут же потерял Ну и похоже, что на этом Песенка российского Протоса спета Да, очень выгодно Разменивался Марин Лорд И у него там уже 3-3 грейды делаются У Рейла только Доделываются 2-2 Просто по макро Оказался впереди француз У него 5 бас Рейл здесь на грани Потери своей четвертой Каких-то инструментов Для того, чтобы дальше Вытащить эту игру У него нет Нет Дизрапторов Нет Темплеров Не будет никакой Протосовской магии Колоссы уже на данном этапе Ничего не решают GG 1-0 В пользу Марин Лорда Мы продолжаем Счет 1-0 В пользу французского терна Марин Лорда Что-то пока мы сегодня Не видели побед наших ребят И это немного напрягает И хочется видеть Я надеюсь, они будут Возможно, уже в этой игре Против Алексиса Иусебио Появившегося Справа Сверху На Эвердриме Синим Тираном Слева внизу Артем Авраменко Варди Рейл Красный Протос По-прежнему В прямом эфире Дримхак Мастерсы Я напоминаю, что В прямом эфире Сегодня И в следующем Ролике на Ютубе Будут еще Три матча С участием Наших игроков Кас против Шоу Тайма Блай против Гунг Фу Банды И Арктур Против Клема Очень Серьезные поединки С серьезными Вывесками Все это мы увидим Сегодня Опять-таки Если Какие-то матчи Будут проходить Параллельно Мы обязательно Будем смотреть Приплеем Сейчас, например Параллельно С этим поединком Который я вам показываю Рейл Марин Лорд Проходят матчи Зигги у термала Хиромарин Тедрога Но Там не играют Наши ребята Поэтому Мы их не смотрим И фокусируемся Именно на поединках С участием Наших игроков И пока видим К сожалению Неутешительную Картину Которая Не обещает Нам больших Перспектив Не обещает Нам Больших шансов На продолжение Борьбы Но у Рейла Опять-таки Есть все шансы Победить В этом Бо-3 И Улучшить Свои турнирные Перспективы Марин Лорд Провел Разведку Увидел Что у соперника Второй Нексус Ему этого Достаточно Рейл Рейлс В очередь Провел Ну такую Прям Минимальную Минимальную Разведку Даже не знаю Что он хотел Ею проверить Конкретно Но В любом случае Так как Марин Лорд Играет Час от обороны Играет стандартно То все В полном Порядке Заказывается Адепт После Сентри Именно В Сентри Играет Рейл Первым делом И Сентри Очевидно При помощи Иллюзии Даст Возможность Понять Какую стратегию Пошел Соперник Такой Билд У Рейла Очень специфические Но с учетом Того Что тут Даже нет Рипера У Марин Лорда Рейл Полностью В своем Праве Вот она Иллюзия Я сказал Вот она Рейл Не так Сильно Как Хеллрейзер Задержал Анонсированное Мною Действие Полетела Иллюзия Увидит Она Дебют В 1-1-1 Но принесет Вообще Довольно Ценную Инфу Потому что Факта На реакторе Это реально Ценно Ну это Тот же Билд Который Браток Играл Против Харстом Один в Один Кстати Посмотрим Как это Бьется Рейл Харстом Отбился Безупречно Но мы Помним У него Была Стенка У Рейла Стенки Не будет Он Такую Импровизированную Стенку Бахнет То есть Ставка У Рейла Будет На батарейку И на то Что здесь Он просто Закроет Проход А как Он его Закроет Он его Закроет Пилоном Пробкой Сентр Или вообще Вот эта Стенка Против Гелеонов Ну Да Сталкер Пройти Не может Уже Понятно Но это Не стенка Прям Максимально Не стенка С другой Стороны Хотел бы сказать Что потери Могут быть Не очень Серьезные Потери Были Очень Серьезные И пилон Это точно Надо было Отменять Так себе Ситуация Скажу вам Откровенно Шесть Рабов Было Потеряно В ситуации Где Харстом Против Братка Не потерял Ни одного Рабочего А билды У Терна Абсолютно Одинаковые У Протосов Конечно Билды были Разные В смысле У Рейла Не такой билд Как у Харстома Но на мой взгляд Шансов отбиться Было столько же Без потерь Обидно Обидно Но это не конец Света Тем более Здесь попозже У Марин Лорда Третий командный центр Чем был у Харстома И попозже Третий командный центр Чем Нексус у Рейла То есть Экономически Вот тот Дефицит Который был Получен Протосом На не совсем удачном Отбитии От этой атаки Он компенсирован Чуть более Выгодными Экономическими Таймингами Чуть более Выгодными Таймингами Следующих Бас Точнее Марин Лорд Поедет Убедиться Что у соперника Есть Третья Для нас С этими С этими Морпехами Скорее всего Морпехами У Рейла Это единственная Мысль Которая Могу Прийти И то С большими Поправками На ветер В итоге Рейлд Раскачивает Естественно Третью базу Первый колосс У него уже появился Странно Что не заказывается Дальность Дин-один От этого Всего пока нет Пошли Грейды Надо Надо Сейчас развивать Газовую экономику Чтобы заказывать Новых колоссов Дальность Обязательно Марин Лорда Конечно Ситуация хорошая Он явно В преимуществе За счет апгрейдов За счет экономики В конце концов Мы видим Что добыча ресурсов По прежнему У терна Повеселее Смотрится Которая Плохо реагирует У сталкера Есть блинк Он Даже не попытался Этим сталкером Куда-то уйти Тут есть Батарейка В случае чего Волшебство Процепское Включить Можно будет Самое главное Да С зилотами Вот на эти мины Не залезть Да еще и так Чтоб Не было никакого Френдли файра Вот это были пока Неудачные форсфилды Банши по прежнему Удерживают довольно Серьезную группу Сталкеров Две банши Удерживают 6 Сталкеров и Апсервера На месте Это Немного неприятно Для Рейла Но Марин Лорд Пока никуда дальше Не лезет Он отступает Он ждет Гастов Ждет викингов Заказывает 2-2 Четвертый командный Центр хорошо Все идет по макро У француза Ничего не скажешь У Рейла На самом деле Тоже не все так плохо То есть Два колосса Дезрапторы Двойные грейды Все это потихоньку Будет появляться И В принципе Состав армии Такой Относительно Перспективный Дезрапторы В случае чего Могут Порадовать Хорошими ядрами В самую гущу Армии Терана Однако Не хватает Просто Экономики Сейчас Протаса Чтобы Производить Столько же Сколько Производит Теран Четвертую базу Снова выход У Рейла Более поздний Чего Марин Лорда Отменен пилон Возможно Он мешал Поставить Нексус Да что такое У Рейла Прям Какие-то Мисклики Один за другим В итоге Даже не дожидаясь Грейдов 2-2 Или плюс 1 На атаку Воздуху Идет вперед Марин Лорд У Рейла Вот постоянно Армия разделена Он постоянно Ждет атаки По двум направлениям В то время как Марин Лорд Дропы сейчас Не делает Марин Лорд Просто идет в лоб И он легчайше Отменит четвертую Но Елу сильно не хватает Контроля карты Он просто Вслепую разделил армию И Сейчас может Повториться Та история Которую мы видели На Айсенхром Где группировки Рейла были разбиты Поочередно Вот еще один Доварп на мейн Да Итого Здесь Вот смотрите У Рейла Больше боевого лимита 121 на 111 Но Драться будет Не весь его Боевой лимит Каким бы ни было Сражение Понимаете Это плохо Ох Как здесь танки Будут раздавать Да Маринлорд Сейчас немного Перепозиционируется И сражение Терран даст С грейдами 2-2 Рейл Наконец-то Объединяется Это хорошие новости Плохая новость в том Что 2-2 Не успевает у Рейла Ни при каких Раскладах Дизраптор Хорошо в кого-то попал Уже хлеб Уже неплохое начало Тут целых Три батарейки И потонка Но слушайте Как же эти танки Прям больно раздают Идет вперед Рейл Надо прыгать и забирать Танки прежде всего Ну Что-то Долго Рейл Эти танки Фокусил Но в итоге Забрал И как только Рейл Получит свои 2-2 Его армия Будет ничуть Не слабее Но не надо Вот так вот Лезть Пока грейдов Нет у Рейла Куда Зачем Куда мы спешим Я не понимаю Еще Банши эти Живут Все Зачем Давайте подождем 2-2 Хотя бы Какие-то Доварпы будут Да Тут Банши Проснулись Но есть фотонка Батарейка Правда Поэтому Рейлу Есть чем Баншей встречать Красиво Рейл Разбирается С миной Банши Грамотно Заходят С той стороны С которой Рейл Не готов Да Варт На медленный Пилон Бывает Банши Именно Этого Сталкера И забирают Который Вартался На медленный Пилон Вообще Странно Банши Так долго Висели В мертвой Зоне Почему У них Энергии То нет Видимо Как-то Слишком Рано Использовал Марин Лорд Невидимость Ну Нас То С вами Не должно Волновать Меня Знаете Что Волнует Что Газа Много А Темплар Архивов Нет Сейчас Представляете Просто Три Архона Материализовались На поле Боя Ох 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 Емп В Нексус Рекола Сюда Не будет Магическую Батарейку Все равно Можно Куда-то Включить Побежали Юниты Терана Дизраптор Там Чуть Притормозил Сталкеры Прыгают Вперед Куда Тут Дизраптор Чуть Собственных Сталкеров Не убил Марин Лорд Пока Прекрасно Разменивается Очень Хороший Контроль И Три Три Делается У Терна У Протаса Три Три Нет Поэтому Конечно Драться Желательно Сейчас Пока Вот Нету Терна Этого Преимущества По грейдам Потому что Три Три Артем Пока Так и Не заказывает Хотя Газа Очень Много Темплар Архивы Опять же Почему-то Не заказывается Я не знаю Я Не до конца Понимаю вещи Которые делает Рейл Три Три Пошли Темплар Архивов Пока Нет Да Понятно Допустим Что там Гасты Поэтому Архонам Будет Тяжело Но Архоны Не только Урон Принимают Они Еще Могут Наносить По этим Плотным Группам Викингов Понимаете Архоны Юниты Вообще Такие Довольно Разноплановые Много Чем Они Могут Быть Полезны Даже Если У соперника Есть Гасты И В конце Концов Если У соперника Есть Гасты То Ориентироваться Он Своими ЕМП Будет Именно На Архонов Что Может Открыть Возможность Для Зилотов Сталкеров И других Юнитов Нападает Сейчас Марин Лорд Причем Снова У Рейла Как-то Очень Широким Фронтом Стоит Армия Слишком Широким Вот Здесь По итогу Просто Умирает Одинокий Колосс Ой Рейла Тут Просто Окружают И убивают Ну Это Плохо Да Смотрите Тут Просто Пошла На муве Ну неосторожно Очень контролить Свою армией Рейл И К сожалению Здесь Это сыграло С Артемом Злую шутку GG 2-0 В пользу Марин Лорда И наши ребята Пока Сегодня Не побеждают Давайте Очень Быстро Оценим Ситуацию В группах А И Б Вот Текущее Положение В этих Группах Давайте Мы как-то Чуть Красивее Сделаем Не Настолько Но Хотя Бы Вот Так Да Картина У нас С вами Следующая Во-первых Это Не будем Дергать В группе А Где Как раз Играют Скиллоус Рейл И Хелл Рейзер Все Они Находятся В нижней Части Турнирной Таблицы К сожалению После этих матчей У Хелл Рейзера И Рейлы Впереди Очный Поединок Ну в теории Не могут Набить Статистику 3-4 Но ее Будет Достаточно Для выхода В следующую Стадию Только при Соблюдении Кучи Разных Условий Скиллоусу Надо в любом Случа Обыгрывать Марин Лорда Потому что Это прямой Конкурент А дальше Просто Ну надо Будет Смотреть Там Если Марин Лорд Проиграет Соулу То По идее Даже если Скиллоус Проиграет Ламбо Будут Шансы На то Чтобы Выйти С четвертого Места Все Зависит Еще от Результатов Стефана То есть Теперь Очень важно Будет Для Скиллоуса Чтобы Стефана Проиграл Рейлу Потому что Сэролу Он явно Проиграет Для Скиллоуса В принципе Еще ничего Не потеряно У Рейла И Хеллрейзера На мой взгляд Шансы Сугубо Теоретические Надо Одерживать Две победы И надеяться На хорошие результаты В других поединках В группе Б у братка Расклады Такие же Неутешительные Честно говоря Я даже не знаю Что там нужно Для того Чтобы прорваться В топ 4 То есть Нужны две победы Над Джеральдом И Зиги Но это не прямые Конкуренты Понимаете Прямые конкуренты Это вон Харстом Шадоун Хиромарин И только Хиромарин Обыграл браток Это его единственная Пока победа На турнире Надеяться на то Что именно Хиромарин Куча всего Напроигрывает Тяжело Поэтому У братка Шансы Тоже скорее Сугубо Теоретические И вот на такой Грустной ноте Мы заканчиваем Обзор Групп А и Б Но впереди Еще матчи Групп С и Д Там у нас Блай, Кас, Арктур И Ваня И там надеюсь Будет больше поводов Порадоваться за наших игроков